Это просто бомба, правда китайская, но бомба. Искры такие, пух, и сгорел. Это не передать словами, насколько я рад вообще сегодняшнему дню. Похоже, что перфоратор сгорел. Ну согласитесь же, так просто сдаться это вообще не наша тема. Что если в пневморозетку застрянет носок, волосы или какая-нибудь другая часть жизнедеятельности человека? Всем добрейшего утра, я уже успел заехать в магазин, приобрести фанеру десятку, бочки. И мне вчера пришел циклонный фильтр, я вам сейчас покажу, как это все дело смонтировать. И скорее всего мы с вами соберем тандем из водного и циклонного фильтра. Да, потому что пылесос убивать не стоит, как вы мне написали в прошлых комментариях к предыдущему видео. Так, сразу не отходя от кассы, я взял фитинги, переходы 50 на 75, уголки, муфты, дальше идем. Бочки, не помню, на 50 литров две штуки, по-моему. Одна будет для циклона, вторая для водного фильтра. Так, я вам ссылку оставлю под видосом, вы можете посмотреть, что это за циклон. Ну, как я на фотке вам выкладывал, вот он, он и пришел. Сейчас пару минут поштукатурим, а дальше будем делать крутую конструкцию, хорошо? Работа кипит, дом растет, что может быть приятнее для самостройщика? Так, я закрыл гильзу, и теперь ее можно смело закидывать. Сейчас забучу, хватит пока. Как я только не экспериментировал с консистенцией. Благодаря вашим комментариям я пришел к истине. Два речного промытого, один суглинок, один цемент и пластификатор. Еще одна ценная моему сердцу посылка осталась без внимания совершенно, хотя она основополагающая. Помните, я говорил вот в этом видосе про то, что мотор на пылесос мне чуть ли в 14 тысяч не выставили. Я купил китайский аналог на 200 ватт мощнее, и он, в принципе, как две капли воды, похож на тот самый мотор, который у меня сгорел. И хорошо, мы сегодня его поставим, у меня будет второй пылесос, с которым я уже распрощался, по сути. Надеюсь, это будет работать. И тут у меня родилась просто фикс-суперкрутая креативная идея, друзья, поддержите меня. Есть такая штукенция у меня для перетаскивания вещей этими челноками, короче. Я решил эту штуку удлиняю сейчас. Здесь встанет две бочки, добавлю колесики, которые поворачиваются сами собой. И сюда мы установим всю систему для пылеудаления. Сэкономил и взял фильтр от простого ландкрузера. Ну, от простого, от автомобиля ландкрузера. Смотрите, он круто входит прямо в это посадочное гнездо. Вот, устанавливается, прелесть. Но, в свою очередь, я сейчас вырежу сюда какую-то пластинку, добавлю кольца. И здесь это будет фиксироваться крепко, чтобы пыль не попадала внутрь. Так мы решили вопрос экономии по фильтру. Так, сейчас первым делом я найду, из чего мы будем варить каркас. А варить мы его будем из вот этого замечательного короба. Потому что сделал, но не пригодилось. Очень плохая аэродинамика при движении по дорогам, особенно если едешь быстро. Поэтому разбираю. Эта постройка была сделана для перевозки и хранения инструмента. Но из-за универсальности использования прицепа эта идея не прижилась. Сразу скажу, мастерил тележку по месту. Чертежей нет. Сплошная импровизация. Суть передать вам идею. Из двери фургона варю основание тележки. Использую профс трубу 20 на 20. Ручка от челночной повозки в моем проекте обрела вторую жизнь. Все ее части сейчас пойдут в дело. Ставим косыночки. Косынки имеют двойное назначение. Первое. Дополнительная крепкость конструкции. Второе. В них я позже установлю колеса. Возможно, я слишком заморачиваюсь в надежности творения, но привычка делать все на века, а не на отвали, делает свое дело. А вот и колеса подъехали. Чудесная питерская погода. Что же ты делаешь на Алтае? Друзья, если не сложно, цените мой Megatron Jet 2020 своим лайком. Кстати, каждому сделавшему репост выпуска, лично от меня, тысяча лучей добра и счастья. По-моему, получается очень даже неплохо. Последние провары и принимают за устройство пылесоса. Точнее, его модернизацию. Ну и начнем, наверное, с фильтра. Почему-то, к сожалению, итальянцы и китайцы не договорились вовремя. Поэтому русским приходится немного перепаивать проводку мотора. Слушайте, ну похоже, похоже, что пылесосу Makita быть у меня что-то стало получаться. И вроде даже неплохо. Теперь давайте вот эту деревягу тоже покрашим. Защищу ее. Сейчас, это быстренько. На всякий пожарный сделаю такую защитку. Она, может, конечно, не нужна, потому что я очень крепко прикрепляю. Мы восстановили пылесос, из которого я хотел сделать циклонный фильтр в прошлой серии. Потому что я уже понял, что этот пылесос я выбрасываю. И вдруг один из наших зрителей подсказал, что можно с Алиэкспресс найти. И он мне даже нашел этот мотор. И самый прикол, что этот мотор мне доставили всего лишь за неделю. То есть в среду вы видели ролик про то, как я хотел все это дело превратить в циклон. А в конце недели я уже с вами сейчас делаю пылесос. Ремонтирую. И сегодня мы с вами еще сделаем циклонный фильтр, водный фильтр. Все это будет в совокупности вместе работать. И я думаю, многим это пригодится. Слушайте, но получается. И это радует. Неоригинальный фильтр на эту Макету стоит 2500 рублей. Я купил фильтр от автомобиля Land Cruiser Prado, который обошелся в 600 рублей. Но мне пришлось заколхозить вот это крепление. Так, собираем мотор. Все, давайте сейчас это все заработает, короче. Чтобы вы понимали, мы просто берем эскиз сборки. И чтобы нигде не накосячить, держи. Мы ее собираем по ней. Это будет вот так одеваться. А это одевается на нее вот так. Ну, давай будем пробовать. Потому что мотор входит вообще прям вплотную. И она должна быть между ним, прикинь. Так. Ладно. Ну, мы это сделаем волшебством. Так, хорошо. Вот сюда мы вставляем вот так поролон. Это, наверное, звукоизоляция какая-то. В общем, смотри, какая суть. Сейчас, если все правильно сделали, то дуть должна ветер отсюда, а забирать там. Вы готовы к проверке? Друзья, мы сейчас вообще можем сжечь новый мотор. Если вот вы мне не подсказали вовремя, если, то сейчас сожжем. Смотрите. Ну, его можно дернуть. Держи корзину хотя бы. Я его вот так на всякий случай подержу. Меня только ему уже не ударит. Ну-ка. Представляете, у нас был 1200, а это 1400 ватт. Это просто бомба. Правда, китайская. Но бомба. Укладываем, укладываем, укладываем. И должно это все лечь на свои посадочные штатные места. Так, ну я понимаю, что вам это неинтересно. Вы просто не переключайте. Сейчас мы с вами будем циклон делать. Сейчас, вот через секундочку. Сейчас я вот это допинаю. Это не передать словами, насколько я рад вообще сегодняшнему дню. Смотрите, как получается. Смотрите, оп. Поехали. А я же его выбрасывать хотел. Как там сказали шутку недавно? Плохо жить с мастеровым мужчиной. А, нет. Ничего в доме нового не появится. Потому что все можно отремонтировать. Не выходите за рукастых. Они же все, что можно отремонтировать, отремонтировать. Новые не купят. Ну да, ну да. Девушки, если смотрите канал, учтите. Не надо за таких. А еще, еще хуже. Сам сделаю. А, ну да. Шезлонги там всякие. Не, не надо, конечно. Вот он, этот циклон. Я открутил от него нижнюю платформу. Для чего? Чтобы просто примерить ее на бочке. Сейчас отрезаем. Сейчас отрезаем, прикручиваем, делаем. Смотрите. Смотрите. Ровный центр. В сегодняшнем ролике, как вы уже заметили, меня очень выручила фанера десятка. Вся силовая нагрузка в моих экспериментах базируется на ней. В данный момент я мастерю силовой каркас циклона. Многие из вас заметили нелепые темные очки в пасмурную погоду. Просто в прошлой серии я сломал свои любимые ESS кроссбой. Но уже заказал их у китайцев. Жду. Приходится пока так. Думаю, тут особо нечего комментировать. Силовой каркас почти готов. Пора браться за второй чудо-фильтр кальянный. Прошу прощения за бардак на рабочем столе. Но уже очень не терпится испытать новую систему. Тороплюсь. А на улице все льет. Как же я рад, что построил террасу. А ведь в исходном проекте 106А этого не было. Пилка для фигурного реза очень выручает. Ну пардоньте за сегодняшнюю погоду. Это я не виноват. Это не я. Изготовление второй бочки пойдет по тому же самому сценарию, что мы делали вот в этом видосе. Но на всякий случай расскажу. Мы сейчас делаем два отверстия. Они уже готовы. Опускаем туда длинную трубку и короткую трубку через воду по эффекту кальяна. Это все будет работать. Первый у нас будет работать циклон. А дублирующий будет уже водный фильтр. Для чего такая мысль? Потому что если после водного мы зайдем в циклон, то там забросаем все водой и грязью. И в общем оно будет работать неправильно. Поэтому сначала в него пыль, потом оставшаяся пыль водная. И уже остатки какие-то капельки останутся. Там какая-то пылиночка. И она уже попадет в нормальный фильтр пылесоса, который мы с вами отремонтировали сегодня. И я очень этому рад. Спасибо вам, кстати, за помощь в ваших подсказанках. Так, друзья, ну все, делаем, выполняем. Чего не хватало в прошлый раз. Теперь вообще мы подготовились основательно. Если вдруг вода будет сосать отсюда в пылесос, если вдруг вода будет подлетать, она будет задевать и останавливаться вот в этом по проектированию. По проекту. Такая технология. Вот сейчас мы сделали, по-моему, круто. Так, вот так одеваем. Осталось нам конструкцию соединить с этой трубой, чтобы это все последовательно работало. Мне кажется, хватит. Смотри, одеваю вот эту штуку. Сейчас. Все, колен работает. Потом мы купим вот таких много. Потом. Сейчас у нас пока их нет. Вот я одну нашел. И она получается так, хоп, и будет стяжками держаться. Понятно? Это потом. Так, моя задача, короче, соединить вот эту вот с этой сейчас. И все. И можно пылесосить. Давайте первый тестовый запуск нашего Мегатрона. Посмотрим, как эта штука работает и вообще работает ли. В прошлый раз, как мы помним, ту бочку с миналой, я предложил вариант взять две хорошие бочки по 900 рублей, вложиться, чтобы было все здорово. Единственное, пылесос очень мощный, потому что новый мотор на 1400 ватт. Я не знаю, что он будет. Ну, короче, смотрим. Готовы? Денис, 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 Денис. Бочки, 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 вложи, 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 вложи. Эксперимент не удался. Нифига, смотри, подбрасывает, да? Смотри, до самого верха буду подбрасывать, когда сосет. Я принял решение усилить бочки внутри, наверное, пластиковой еще одной бочкой, я ее разрежу, вставлю внутрь, она разобрет стенки, и я надеюсь, что это уже должно помочь. Ну-ка, посмотрим. Хотя мы особо-то ничего не сосали пылью, в циклоне хоть что-то дает. Мы еще пыль не сосали, а уже смотри, сколько в циклоне собралось. Видишь? Ну, ты же успел к полу подставить. Ну, согласитесь же, так просто сдаться, это вообще не наша тема, правильно? Вы не думайте, что я хочу просто вандально вот испортить целую бочку, которая стоит намного дороже, чем те две. Я принял вот такое решение. Из верхней части сделаю два каркаса для тех бочек, а из нижней части сделаю себе мешалку для бетона, потому что постоянно мои короба для бетона, мои вот эти бочки для бетона, они все время рушатся, они все время лопаются. Эта бочка на века, ей будет намного удобнее с бетоном работать, поэтому размечаем и вперед. Так, сразу скажу, пилить пластик лучше электролобзиком, удобнее. Но вот эту штуку согнуть-то не должно. На самом-то деле бочки хорошие, только вот в местах капрессовки, видите, там слабенько, вот именно в этих местах она и сгибается. Слушайте, настроение прям улучшилось, потому как эта штука реально теперь работает и ее не сминает. Сейчас мы с вами, друзья, пойдем ставить маяки в подвал, а моя дорогая, любимая Женька будет пылесосить на втором этаже, в общем, готовить дом уже к красоте, потому что мы здесь уже не мусорим так, как раньше. Ну, стройка, по сути, становится уже более-менее чистой, и здесь уже не надо вот этого всего, вот этого песка, поэтому она будет сейчас прибираться. Я постараюсь вас меньше нагружать штукатурными этими видосами, потому что ее что-то штукатурки на канале стало уже слишком много. С другой стороны, как без нее, если у меня весь дом из штукатурки состоит? Хочется уже двигаться в сторону какой-то такой интересной отделки, чтобы это все было, ну, и вам интересно, и мне, но, к сожалению, на улице такой дубак вчера было здорово, солнечно, классно, прям тепло, сегодня 13 или 12 градусов. И второй момент, хотел начать отмостку, но включил логику и понял, что мне нужно поднимать с подвала бетон-мешалку, и для того, чтобы сейчас разрывать работу, какой смысл, я лучше подвал закончу, потом ее подниму спокойно, и мы с вами отмостку зальем уже умно, красиво и правильно. По поводу пылесоса, сейчас я уже провел тест, вы еще еще его увидите, сразу скажу один косяк. Первое, фильтр от Land Cruiser, от этой машины, не совсем подходит в силу того, что он, наверное, слишком тонкий в этом, в самой бумаге. Потому что, когда я пылесошу бетонную пыль, она все равно выходит через фильтра пылесоса по бокам. Я сначала вообще испугался, думал, что мотор горит, что начал подгорать, нет, на самом деле, это оказалось, что это пыль, она не пахнет горелым. Но, что самое крутое, в пылесосе вообще нет мусора, то есть до него даже ничего не доходит. Вот эти два фильтра задерживают все, и причем первое даже больше задерживает, чем второе. Короче, вот эта комбинация работает просто бомбически. Друзья, я все-таки должен задать один вопрос, может быть, кто-то есть из вас расчетчиков, которые могут мне помочь в этом плане. Мотор в пылесосе 1400 ватт, мощная турбина стоит. Вот эта вся конструкция может мешать работе мотора, то есть для него создавать сопротивление, что он ресурс свой гробит. С другой стороны, я пробовал дуть просто ртом в эту часть, и я не чувствовал такого, что у меня прям воздух выходит с какой-то проблемой в ту сторону. То есть он прям, ну, единственное, бульки создаются в кальяне, и все, а в остальном проходит очень хорошо, качественно воздух без всяких проблем. Но вы все-таки скажите, как вы считаете по этому поводу? Так, Евгений, ну что ты скажешь, зачем швабра? В век компьютерных технологий ты швабру принесла. Я пошел перфорировать дырки под маяки, а ты пока наверх. Вы видите лазер, соответственно, вы понимаете, что сейчас я буду отмечать точки там, где у меня будут проходить маяки. Лазером это делать удобно. И, кстати, я немножко халтурю, нет, я немножко хитрю тем, что те места, где у меня были вставлены проходные шпильки, там остались закладные, и я не буду их убирать, пусть они так и останутся. Между ними и бетоном очень хорошо заходит саморез. Тем самым я экономлю на отверстие перфоратора. А лазер помогает мне делать это ровно. Вот и все. В этом месте я пока начертил, потому что саморезы будем вкручивать позже. Сейчас моя задача все максимально проперфорировать. Поэтому переводим лазера дальше. Вот там, видите, шпилька не сошлась. Там уже буду делать отверстие сейчас. По линейке. Между бетоном и гильзой. Пока я вкручиваю просто, потом выстрелю по плоскости. Хорошо, здесь есть дверной проем, здесь это можно сделать. И все саморезы по всей длине уже затяну. Мне это будет быстро, легко и удобно. А там, где нет плоскости, я вам покажу, как делать в таких местах. Не понимаю, за что люди не любят цоколь. Это же крутое место. Бильярд, кабинет, бойлерная, винный погребок, возможно, сауна. Я называю его мужской этаж. Пока не забыл. Вопрос мне задавали по центральному пылесосу в комментариях. Что, если в пневморозетку застрянет носок, волосы или какая-нибудь другая часть жизнедеятельности человека? Объясняю. Все очень крайне просто. Пневморозетка имеет диаметр 50 мм. Я имею в виду пневмоканал. А шланг, которым вы будете сосать пыль, он имеет диаметр всего лишь 35-38 мм. Соответственно, даже если ваш шланг сможет сосать носок, уж по пневмомагистрали это все пролетит прям дай боже. Это первое. Второй момент. Если вдруг где-то в магистрали из-за статики соберется пучок волос, который будет копиться-копиться, и потом пневмомагистраль застрянет. Объясняю. Эта пневмомагистраль, она также легко впитывает воду, как и любой строительный пылесос. Поэтому просто вкачать ведро воды в магистраль, и проблема ушла. Это такой из вариантов. Либо можно просто вкачать набор поролоновых шариков, которые увеличатся, когда зайдут в нее, и все это дело пробьют. То есть это вообще не проблема. На крайний случай есть всякие разные сантехнические щупы, которые можно пустить по магистрали и пробить отверстия. То есть в этом плане вообще не волнуйтесь. По поводу выключателя. Мне многие писали о том, что придумай Wi-Fi розетку или какие-то там проходные выключать. Здесь нет такой необходимости, потому что вот этот провод, он идет по всем трем этажам. И любое замыкание этого провода включает пылесос. Поэтому либо это будет просто два контакта в пневморозетке, и когда я буду вставлять шланг, у меня будет кнопка на самом шланге на трубе. Либо второй вариант. Включатель будет рядом находиться в розетке, и когда мне надо, я просто нажал на кнопочку и заработал пылесос в этой комнате. Без проблем, вообще без разницы. Есть и тот, и тот вариант. Они оба рабочие. Только вариант с выключателем в стене, он дешевле, чем вариант с выключателем на трубе примерно на 5-7 тысяч рублей. Вся разница. Вот сейчас вы слышите? Работает пылесос на третьем этаже. Вот примерно такой же будет звук на третьем этаже, когда пылесос будет работать в подвале. Причем он еще будет закрытой дверью, поэтому мы вообще его не будем слышать. Если говорить о плюсах и минусах центрального пылесоса, то плюсов куча. Еще два главных момента, которых... Блин, эхо, простите меня, пожалуйста. Скоро оно закончится. Мы что-нибудь добавим. Здесь какая-то мебель появится, и перестанет это все эхо. Но пока в этих сериях придется со звуком помучиться. Вот в эту магистраль будет приходить пыль, попадать в наш циклон. В циклоне это все будет приготавливаться, отсеиваться. И пыльный воздух, который еще имеет в себе какие-то кусочки пыли, там, отходы, он будет выбрасываться через глушитель вот в это отверстие на улицу. Это первое. Это плюс центрального пылесоса. А минус простого бытового в том, что весь вот этот воздух, который мы сейчас выбросили с вами на улицу, он не то что вылетает из пылесоса обратно в дом, так он еще и поднимает сзади себя ту пыль, которую вы еще не убрали, и всем этим вы начинаете дышать. Поэтому центральный пылесос, он в принципе эвакуирует всю пыль из дома. Это его плюс. Ну а минус это, конечно же, цена. Это не дешевое удовольствие, но если вы останетесь на нашем канале, подпишитесь, поставите колокольчик, то в каких-то зимних ближайших сериях мы с вами сделаем циклонный пылесос своими руками. За копейки я вас научу, расскажу, у меня все чертежи уже есть в кармане, и я вам все это дело покажу, и мы с вами вместе соберем пылесос, и я расскажу, из каких корзин, ведер и всего остального я это собрал, где я это нашел и как я это подобрал, все диаметры. В общем, сполерить не буду, если хотите собрать крутой пылесос, мощный для своего гаража, котельной, дома, подвала, да хоть для чего, то оставайтесь на канале и следите за нашими выпусками. Ну а я продолжаю штробить свои замечательнейшие отверстия, штукатурка, это, вы знаете, это божественно, и она меня так уже замучила, но к каждой проблеме, с которой я сталкиваюсь в жизни, я отношусь к позитивам. Это не проблема, это задача, просто задача, которую нужно решить, и все. Если мы ее сейчас с вами решим, то мы больше ее не будем касаться. Если мы будем эту задачу растягивать на долгие-долгие года, я буду мучиться от того, что я ее не решил. Поэтому лучше уж я сегодня напрягусь, сделаю это все разом, за штукатурю в ближайшее время. И у нас откроется новая опция нашей избушки, это отштукатуренные стены. И мы пойдем в следующий уровень, это отмостка. Скорее всего, я надеюсь, я хотел бы уже ее сделать. А, и друзья, вот она ссылка на наш инстаграм. Я в той серии очень много говорил про инстаграм, и подписалось более ста человек, и у меня прям появилось желание вам выкладывать туда какую-то такую прикольную информацию, то, что не попадает в кадр. Поэтому давайте будем там общаться. Я не знаю, зачем я его развиваю, но мне нравится, что вы и там активно пишите комментарии, мы тоже там общаемся. Все-таки YouTube – это видеоплатформа, а там я без проблем, без зазорности в душе могу выкладывать фотографии, и вы на них реагируете, и вас не напрягает, что это не видео, а фотки. Я установил дюбель в каждое отверстие. Теперь нужно это все утопить и протянуть саморезами. Надо бы уже ускориться, ведь в сутках всего 24 часа. Полностью. Искры такие, пух, и сгорел. Пойдемте поставим москитные сетки. Поеду перфоратор, завтра закончу. Погнали. Грустить, что ли, из-за этих, блин, перфораторов. Москитки поставим на балкон, чтобы пухи не летели, и на окна. Так, подожди, ты говоришь, что надо вот так? Нет, наоборот. А мне кажется, вот так. Разве нет? Ну, сетки обычные как ставятся? Держалками внутрь? Точно? Точно вот так? Да, да, у нас дома сетки вот так стоят. Вот это ставится на раму, а вот это, это дверь. Начал крутить наборы, вообще плохо. Вот на такие буду. Выставляем так, чтобы вот эта была заподлицо со стенкой. Потому что буровой, он пробуривает алюминий и не держится там. Вот. Прелесть. Чуть-чуть вверх, вот так. Вот так. Давай вторую. Опа! Отпусти ее. Вот надо чуть-чуть получше сделать. Все, не задевает? Хотите надо ручку прикрутить, чтобы мы зашли. Так, и заглушечка. Это вот ручка с внутренней стороны? Это да, с внутренней стороны ставится. Сейчас мы его туда воткнем. Вот так. Это чтобы можно было зайти и закрыть за собой. Поняла, да. Вот сюда. Сейчас мы ее сюда прикрутим. Ну, прикольно. Что-то профилями. Все, я сделал. Ну, что-то как-то, ну, не знаю. Наверное, нормально. Так, ну-ка, здесь закрывается. Тут хорошо. Ну, и там тоже хорошо. Открыла. Зашла. Решила закрыть. Закрыла. Нормально все? Все, нигде не задевает. Нормалезы. Так, ну, пойдем тогда поставим уже эти три оставшиеся москитки. Я по окнам вам рассказывал очень много разной информации. Сейчас пришло время поставить москитные сетки. Но я думаю, что если вдруг вы коснетесь этого вопроса, это тут все очень просто. Вниз ставится вот такая, а вверх ставится большего сечения. Для того, чтобы москитку можно было приподнять, ставить на место. И она, ну, короче, мне кажется, это даже рассказывать не стоит. Просто смотрите и все. Для монтажа крепления под москитную сетку есть лишь два секрета. Первый. Вниз от открытой рамы отмечаем под саморез 30 миллиметров. И второй секрет. Сверху от открытой рамы отмечаем 40 и крепим держатель. Я же еще перестраховывал себя самой сеткой, но это уже от неопытности. Вот и все. Наверное, даже не стоит говорить, насколько я зауважал нашего домашнего кота Шастика. Теперь он Шастун. Устанавливаю оставшиеся сетки по тому же сценарию. Пока не построил умную вентиляцию, они очень здорово нас выручат. Ура! Первый встал. Сейчас по второму. Мы уже поняли, что с подвалом у меня какая-то лажа сегодня вышла. Поэтому сейчас мы пропылесосим первый этаж через нашу супер-мега-джет-систему. Протестим, поймем по итогу, что все-таки, как она работает и куда девается мусор. Так что смотрите. Да, ну, такой опыт у нас будет сейчас. Пропылесосили один этаж, 100 квадратных метров. И причем это такая пыль жесткая. Прям, ну, то есть прям, прям пыль. Так, здесь вода. Все, пойдем туда, на улицу, там посмотрим. Сначала там, где вода. Смотрим. Вода грязная. Жиза. Осадка. Ну, есть маленький прям. Но камней уже никаких тут нет. Ну, короче, вода. А вот здесь, смотрим. Тут и пыль. И камни. И камни. И ничего не видно. Да. Ну, да, пыль, камни. И причем пыль вот эта поганая. Теперь в пылесос надо заглянуть. Мешок я убирал. Чистота. Нет, ну пыль есть. Ну, чуть-чуть пыли есть. Что мне не нравится в данном случае, это то, что для такого большого пылесоса, мощного пылесоса, вот эта вся система, не дает ли она ему дополнительную нагрузку. Вот это я волнуюсь. Напишите об этом, ребят. Ну, я уже три раза спрашивал сегодня. В остальном просто супер. Все просто классно. Может быть, одного фильтра было бы достаточно, чтобы это все работало. Короче, нормально. Спасибо, что посмотрели. До скорых встреч. Пока. Пока.